В котельной на улице Мезенцева в Туле ремонтные работы не прекращаются с мая. Всю зиму три котла отработали без серьезных поломок. Котельная отапливает больше сотни многоквартирных домов в округе. Тепло без перебоя поступало в жилье туликов. Но после остановки на профилактику гидравлические испытания не выдержал один из котлов. Трубы прорвались сразу в нескольких местах. Вышедшему из строя нагревательному прибору больше трех десятков лет. Свой срок эксплуатации давно выработал. Теперь предстоит заменить около трех сотен циркуляционных труб. После ремонта, уверяют специалисты, котел прослужит еще не один десяток лет. Котел номер один на котельной, квартал 190, выведен был в капитальный ремонт. Сейчас на данный момент производится демонтаж экранных труб. И в дальнейшем планируется капитальный ремонт котла-агрегата. Параллельно с работами на котельных специалисты ведут опрессовку теплотрассы. Ежегодно только в Туле выявляются сотни порывов. Хоммунальные сети старые. Процент износа доходит до 70. Очередной порыв на улице Вознесенского уже ликвидирован. Рабочим пришлось заменить около 80 метров трубы. В целом, аварийность на коммунальных объектах в прошлом году снизилась на 30%. В ходе оперативного совещания Алексею Дюмину докладывает министр строительства ЖКХ области. Элеонора Шевченко добавляет, перед главами районов стоит задача ежегодно заменять не менее 5% тепловых сетей и водопроводов. У нас задача по подготовке к следующему отопительному сезону. Это, конечно же, контроль за соблюдением в каждом МО требований управления Ростехнадзора Тульской области по замене не менее 5% от общего количества тепловых сетей. В состоянии на 01, 06 и 17 не выполнены рекомендации в муниципальных образованиях Олексин, Кимовский, Киреевский районы. Но мы с этими муниципальными образованиями продолжаем работу. Много в районах и котельных отслуживших свой срок эксплуатации. Особенно остров вопрос стоит в Весногорском, Узловском и Щекинском районах. Элеонора Шевченко отмечает, часть проблем помогут решить концессионные соглашения. В этом году инвесторы в объекты коммунальной инфраструктуры региона планируют вложить 350 миллионов рублей. На эти средства заменят 17 километров тепловых сетей. Установят 18 котельных. Алексей Дюмин ставит задачу, тепло без перебоя должны вовремя получить все жители региона. Со второй половины июня начинается активная опрессовка тепловых сетей. И, соответственно, меняет участки. Управляющие компании в части домов, которые находятся в управлении, в 14 тысяч. И администрации по непосредственному управлению до 15 сентября все дома должны в Государственную жилищную инспекцию сдать. Проблема очень серьезная. Много обращений от наших граждан. Поэтому от тех, от кого зависит данный вопрос, я попрошу включиться. Времени мало остается. Надо подойти к комплексу к этому вопросу. Должны решить вопрос по теплоснабжению и в Липках. Эта проблема также поднималась в ходе оперативного совещания. С 2008 года котельные и тепловые сети города находятся в конкурсной массе, из-за чего вкладывать средства в их реконструкцию районные власти не могут. Но по словам главы Кирейской администрации, в Липках в прошлом году в эксплуатацию были введены две новые модульные котельные. На третьей уже проходят пусконаладочные работы. Ведутся переговоры с конкурсным управляющим и по возврату в собственность муниципалитета тепловых сетей. Решат вопрос с отоплением и в Кимовском доме-интернате, и многоквартирных домах райцентра, пообещал районный глава. Необходимые работы по замене теплотрасс уже проводятся. В целом на подготовку к отопительному сезону в этом году в регионе планируют направить свыше 1 миллиарда рублей. Надежда Милехина, Роман Тюкин, Первый Тульский.